Казахстан Популярное направление также объединенные Арабские Эмираты. Больше тысячи казахстанцев приобрели туры в эту страну. 700 человек выбрали Мальдивы. Как отмечают в фонде туристов Кампор, среди тех, кто уехал путешествовать по путевке, зараженных COVID-19 еще ни разу не выявили. А Салхан Еселов подчеркивает, что все они проходят тщательную проверку, как до вылета, так и после. Но были зарегистрированы случаи заражения среди самостоятельных туристов. Почти 13 триллионов тенге собрано на счетах казахстанцев в едином накопительном пенсионном фонде. За год сумма выросла на 20%. Это более 2 триллионов тенге, сообщают в пресс-службе ЕНПФ. Основная часть накоплений – это обязательные пенсионные взносы. На счета вкладчиков начислили больше триллиона тенге чистого инвестиционного дохода. Отмечу, что число индивидуальных пенсионных счетов ЕНПФ превышает 11 миллионов. Рост с начала года составил 10%. В свою очередь фонд выплатил казахстанцам около 193 миллиардов тенге. Из них большая часть – это выплаты в связи с выходом на заслуженный отдых почти 68 миллиардов тенге. Перечислили деньги и тем, кто решил уехать за рубеж – около 37 миллиардов тенге. Микрофинансовые организации Казахстана будут сообщать финрегулятору о сомнительных участниках рынка. На такой шаг МФО готовы пойти, чтобы не допустить появления в стране финансовых пирамид. Как отмечает руководитель ассоциации Ербол Омарханов, добросовестные участники рынка выступают за порядок и чистоту. Поэтому они заключили меморандум с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Тем временем последняя проверка не выявила значительных нарушений. В декабре прошлого года МФО получили 30 штрафов почти на 6 миллионов тенге. К примеру, представители этого бизнеса часто не соблюдают правила в размещении рекламы в средствах массовой информации. Самый большой штраф составил 555 тысяч тенге. Одна из микрофинансовых организаций вела деятельность, не предусмотренную законодательством Казахстана. Большинство нарушений приходится на ломбарды. Это связано с тем, что финрегулятор взял их под контроль только в прошлом году. Нельзя говорить о том, что ломбарды злоупотребляют своей деятельностью. Мы только вошли в сферу регулирования. Это и приводит к наличию нарушений. Это ошибки предыдущей работы. К тому же наш рынок большее число ломбардов в несколько раз превышает количество других участников финансового рынка. Больше всего мяса в Казахстане едят в Карагандинской области. Только на одного жителя приходится почти 27 килограммов в год. По подсчетам агентства energyprom.kz за год потребление мяса по стране выросло на 7%. В среднем один казахстанец за 12 месяцев съедает 21 килограмм. С ростом потребления в стране существенно выросли и цены на все виды мяса. Кроме куриных окорочков, чья стоимость уменьшилась за год на 5% до 780 тенге за килограмм. Больше всего за год подорожала баранина сразу на 16%. Канина на 11%, говядина на 8%. Тем временем дороже всего говяжий фарш стоит в Атерау и Актобе. В эфире наша традиционная рубрика «Карта цен». Самая низкая цена за килограмм фарша в Караганде от 2200 тенге. Чуть дороже в Нур-Султане, а еще в Уральске. В Алматы говяжий фарш стоит от 2400 тенге. Также в Павлодаре. Самый высокий ценник в Атерау от 2500 тенге. А еще в Актобе. Казахстанцы стали получать меньше денег из-за рубежа. Объем переводов сократился на 19% за год, составив около 258 миллиардов тенге. Больше всего денег в нашу страну отправили из России почти 68 миллиардов. Зато количество переводов из Казахстана в эту страну сократилось на 38% до 26 миллиардов тенге. На втором месте по сумме денежных перечислений в нашу республику – Южная Корея. Далее следуют Узбекистан и Кыргызстан. По данным Национального банка Казахстана, доллар стоит 418 тенге 67 тиинов, евро 507 тенге 64 тиина, а рубль 5 тенге 71 тиин. Гульнара, на этом у меня все. До встречи в следующем выпуске. Благодарю. Спасибо. Это была Камила Тастанбекова. Она представила деловые новости.